Внимание! Начинается монтаж игры Resident Evil. Продолжение следует... 1998 год. Раконские леса. Июль. Продолжение следует... На разборку власть отправляют небольшой, но умелый отряд специального назначения. Браво! В назначенное время отряд не вернулся и на связь не вышел. Смотри, Крис! Смотри, Крис! Прибыв на место, команда обнаруживает труп человека и сразу же подвергается нападению оборотня. В самом разгаре схватки погибает Джозеф. Джозеф! Их осталось четверо. Отстреливаясь от неизвестных, члены команды попадают в огромный дом. Крис Редфилд. Джилл Валентин. Барри Буртон. Ребекка Чемберс. Альберт Уэскер. Резидент Эйвил. Резидент Эйвил. Именно тут и начинается сама игра. Хотя, если быть точным, начинается она с выбора персонажа. Можно выбрать одного из двух командос. Полицейскую Джилл Валентин или настоящего мужика Криса Редфилда. От вашего выбора будет зависеть весь дальнейший сюжет игры. Причем хочется заметить, что Джилл обеспечит вас меньшими мучениями при прохождении игры. Правда, легкий, это еще не значит быстрый. Да, и приготовьтесь. Резидент Эйвил намного длиннее, чем вы думаете. Резидент Эйвил. С сюжетом вроде бы все ясно. Но только не думайте, что он прост, как ленинская правда искра. Нет, история в Резидент Эйвил развивается самым непредсказуемым образом. И поскольку вы здесь лицо далеко не последнее, то в любом момент можете повернуть сюжет на свой вкус и цвет. Как, например, если что-то не то ляпнуть напарнику, то он просто обидится и не выручит вас из очередной опасной ситуации. А стоит послать друга на разведку, и вскоре вы уже будете плакать над его трупом. А некоторые места без напарников не пройти, так что постарайтесь оставить их в живых. Лично я прошел эту игру более 20 раз, и почти всегда с разным сюжетом. Резидент Эйвил полон неожиданностей и сюрпризов. В игре есть всё, и предательство, и вненезапные встречи, и неожиданные спасения. Герои игры становятся очень близки, и вы по-настоящему переживаете все повороты сюжета. И когда погибает один из друзей, хочется плакать, биться головой об стену и спустить приставку из 10 этажа. Что я и сделал, когда загрызли напарницу Криса, 18-летнюю Ребеку Джимберс. Что это? Барри! Барри! Субтитры сделал DimaTorzok Resident Evil полно неожиданностей и сюрпризов. В игре есть всё. И предательство, и внезапные встречи, и неожиданные спасения. Герои игры становятся очень близки. Вы по-настоящему переживаете все повороты сюжета. И когда погибает один из друзей, хочется плакать, биться головой об стену и спустить приставку с 10 этажа. Что я и сделал, когда загрызли напарницу Криса, 18-летнюю Ребекку Джиммерс. Продолжение следует... У вас слабые нервы? Даже не думайте садиться за эту игру. Вы недолюбливаете собак? Теперь вы их будете просто ненавидеть. С оглушительным лаем эти вампироподобные бестии пробивают головами окна и валиваются в комнату, где ещё секунду назад царила мёртвая тишина. Продолжение следует... 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 базука и неповторимый, бесподобный, сногсшибающий, в прямом смысле, Его Величество Кольт. Если в начале игры вы уверены, что поместье населено вампирами и монстрами, то ближе к концу открывается, что все это биологическое оружие лаборатории Амбрелла, и что босс всего этого находится среди вас. Ноги метки немножко, обычным. Ноги отхнёшь. И если в начале игры вы уверены, что поместье населено вампирами и монстрами, то ближе к концу открывается, что все это биологическое оружие лаборатории Амбрелла. Амбрелла. Да-да, и церберы, и акулы, и все остальные монстры. Все это творение человеческого разума. И босс всего этого находится среди вас. Вся игра представляет собой огромный лабиринт с большим количеством дверей и сложнейших логических загадок. Именно эти загадки и составляют особость маг Resident Evil. Сложность их наращивается со скоростью снежного кома. Сложность их наращивается со скоростью снежного комбината. И если в начале, переставив местами два щита и получив ключ, вы будете прыгать от радости, то уже в конце игры со спаленными глазами, битый час решая очередное логическое задание, хочется стучать джойстиковым пол, хотя решение прямо под носом. Продолжение следует... 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 Отдадим должные музыке, а также звуковым эффектам, без которых игру просто невозможно представить. Именно они отвечают за невероятную степень реализма, которая пробивает вас до последней косточки, особенно по ночам. Протяжное мычание зомби, вой собак и ор-ворон в сопровождении с оркестром цикад складываются в тот неповторимый звук. Отдадим должные и музыке, а также звуковым эффектам, без которых игру просто невозможно представить. Именно они отвечают за невероятную степень реализма, которая пробивает вас до последней косточки, особенно по ночам. Протяжное мычание зомби, вой собак и ор-ворон в сопровождении с оркестром цикад складывается в тот неповторимый звук, что очень часто не дает им уснуть летом. Виртуальные пчелы жужжат так, что вы вынуждены каждый раз оборачиваться, чтобы проверить, а нет ли этих бестий поблизости. Сейчас вперед еще сделай, чтобы экран поменялся. Потрясающая реальная звук стрельбы. Избери. Потрясающий реальный звук стрельбы. Стрельба из беретты отличается от того, что производит в эфире добрый коль. А голосок питона никогда не спутаешь соло ординарного винчестера. Где еще можно насладиться графикой, как не в Resident Evil? Мне не приходилось видеть ничего подобного. Авторы игры вложили себя в каждый графический штришок Resident Evil. Оттого иногда я ловился на странные мысли. А как бы все это смотрелось в рамки да на стенки? Где еще можно насладиться графикой, как не в Resident Evil? Мне не приходилось видеть ничего подобного. Авторы игры вложили себя в каждый графический штришок Resident Evil. Оттого я иногда ловился на странные мысли. Как бы все это смотрелось в рамочке да на стенке? И напоследок. И напоследок приведем некоторые числа. В игре более 100 3D объектов, включая монстров, оружие, предметы и самих героев. И каждый, даже вблизи, выглядит предельно четко. Да и к тому же все это еще и шевелится. Да еще как шевелится. Причина тому адский труд разработчиков, грохавших уйму времени на снятие реальных движений с облепленными датчиками людей и животных. КОНЕЦ КОНЕЦ И напоследок приведем некоторые числа. В игре более 100 3D объектов, включая монстров, оружие, предметы и самих героев. И каждый из них, даже вблизи, выглядит предельно четко. К тому же все это еще и шевелится. Да еще как шевелится. Причина тому адский труд разработчиков, угрохавших уйму времени на снятие реальных движений с облепленными датчиками людей и животных. И напоследок приведем некоторые числа. В игре более 100 3D объектов, включая монстров, оружие, предметы и самих героев. И каждый, даже вблизи, выглядит предельно четко. Да к тому же все это еще и шевелится. Да еще как шевелится. Причина тому адский труд разработчиков, угрохавших уйму времени на снятие реальных движений с облепленными датчиками людей и животных. Вывод прост до безобразия. Resident Evil является лучшей игрой года. И все, что вы сейчас услышали, является лишь малой частью описания этой игры. Потому что Resident Evil невозможно описать. В нее нужно просто поиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот почему все живые персонажи, от паучков-переростков и пёсиков-церберов до человекообразных монстров и самих людей, обладают настолько реалистичной динамикой. Субтитры создавал DimaTorzok Да, я уверен, что пройдет месяц, может быть пять, и он наступит долгожданный счастливый конец. Я уверен, что пройдет месяц, может быть пять, и он наступит долгожданный счастливый конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А может не счастливый? Может и вообще не конец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok